В настоящее время в сети распространяется информация с призывом отказаться от мобильных переводов лиц, занимающихся частным извозом, и перейти на наличный расчет. Поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Они неоднократно осуждены с бизнеса, сообществами и банками. Отметим, что целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследует целей перехода на наличный расчет. Беспокойство относительно передачи данных в органы госдоходов также безосновательны, так как с 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающие на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут. Отмечаем, что для удобства налогообложения ЭП есть несколько налоговых режимов, из которых можно выбрать удобный для себя. К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, не превышающем более 10 миллионов тенге в год. Касательно кассового аппарата, сейчас есть несколько мобильных приложений. Предприниматель может загрузить мобильную версию онлайн-кассового аппарата и пользоваться им на законных основаниях. А налоговая отчетность будет формировать автоматически с внедрением приложения eSAL Business. Все эти меры направлены на дальнейшее упрощение введения бизнеса. Напомним, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года. В рамках принятого моратория призываем предпринимателей не поддаваться на провокации и пользоваться официальной информацией у полномоченных органов.